Наверное, вы думаете, что вы видели всё в этой игре, но вы не представляете, как сильно вы ошибались. Этот видос я могу назвать действительно самым лучшим за последнее время. Мы долго шли к этому, и я решил создать самую эпичную и огромную армию под названием «Очко». Если вкратце, то это история создания моей личной армии. И я думаю, в ваших же интересах прожать здесь лайк, потому что на 150 тысяч лайков я попытаюсь снять вторую часть. Ну а в моей группе ВК идёт конкурс на компьютер за 100 тысяч. Ссылки в описании. А началось всё с того, что я придумал эту самую идею — собрать свою собственную армию. Офигеть, там уже рекрутов сидят. Ха-ха-ха-ха. Жесть просто, да? Короче, предлагаю создать новую комнату. Новую роль. Комната назовётся просто «Армия» и всё. Пока командир Пончик занимался дискордом, я пытался спроектировать нашу казарму, в которую поместилось бы очень много человек. И вот куриная лапка получилась. Ха-ха-ха. Идеи у меня были, конечно, грандиозные, но не очень практичные. В конечном итоге у нас появилась действительно крутая казарма, в которую поместилось бы довольно много человек. А после нам всего лишь оставалось переименовать каждого в дискорде и повесить им уникальный ник. Очко рядовой 101. 102 далматинцы, короче, ребят. Всё. Рядовой 102. Я думаю, 102 человека нам в принципе хватит. Ха-ха-ха. Просто рядовой очко 102. Все меняйте ники согласно купленным билетам, ребят. Итак, мои очкошники, заходим на Расторию Йоу Мэйн. Очередь просто все наши. Ха-ха-ха. Все наши 100 человек сидят. Как только мы зашли на этот сервер, нам нужно было выбрать какое-то место, где мы могли бы все встретиться. И начать отстраивать нашу казарму. Короче, я заспавнился на Х3. Всех жду здесь. Слушай, так тут офигенное место на Х3. Тут просто ровная поляна. Тут самая ровная поляна, которую можно встретить на сервере. Нам действительно повезло. Мы появились в том самом месте, которое нам очень даже подходило, для того, чтобы отстроить нашу большую и просторную казарму. Оставалось всего лишь дождаться моих бойцов, которые уже заходили на сервер. Так, мы пока ждем. Пока ничего не фармим, просто ждем. Рядовой очко 26, добро пожаловать. Спустя где-то 5 минут, наша зеленка уже была полностью забита. Но это было не все. Ведь нам нужно было дождаться как минимум еще 80 человек. Рядовой очкошник 68 здесь. Ха-ха. Ха-ха. Отлично. Пончик, у тебя будет вторая пачка. А пока мы все собирались, я нашел для моей армии специальную задачу. Работаем, ребят. Первым делом выносим этот дом. Нам нужен этот шкаф. Ха-ха-ха. И от такого количества людей меня просто иногда даже выкидывало с сервера. Так, все, генерал на месте, ребят. Генерал вернулся. Папочка вернулся. Так, ну-ка. Клан очко плюс чат в игре. Ха-ха-ха. Это просто жесть. Ха-ха. Все сюда, все сюда, все сюда, все сюда. Я так полагаю, у нас клан очко практически собран, да? Уже здесь два скп выдолбили. Нифига себе, маньяки. Давайте вначале дом построим, а потом будем выдолбливать их. Пойдем дерево формить. Армия, формим дерево. Армия, все в лес. Работаем. Работаем. Все формим. Это во благо нашей армии. Мы будем строить казармы. И хоть большинство из нас фармили камнями, но вы не представляете, насколько же быстро кончился лес в этой местности. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты посмотри, как лес падает. Надо просто жесть. Офигеть, лес просто падает. Ха-ха-ха-ха-ха. Запомните фразу, чтобы узнать свой, прыгни свой, говорите, и все. Прыгни свой, прыгни свой. Лес полностью уничтожен, ребят. Так, дерево все генералу. Генерал с фонариком в руках. Дерево все генералу скидываем, кто фармил. Только дерево скидывайте, другие леса мне не нужны. Так, строим огромный, наверное, купол. Все остальное здесь сейчас поперерейдим на эффект. Прямо на воде будем жить. На плечи командиров купола самая ответственная задача. Отстроить большую казарму, в которую поместились бы все наши бойцы. Это офигенная территория, все. На воде строю, их три. Рядовые, надо фармить дерево, много дерева. Нам сейчас придется очень много всего сделать. Строительство шло полным ходом. Макет казармы был полностью построен. Оставалось всего лишь наплавить металл. И этим же временем, командир Пончик принес мне берданку. Хорош. Тут печки. Пончик, стой, подбери это все. Пойдем поставишь. У меня места нет. Коптер летит, ты представляешь? Как сейчас челик офигеет вообще. И чтоб вы понимали, какой-то гений на рядовом пригнал шар и полностью заблочил нам выход. И этот шар не просто не давал пройти. Он работал как ловушка, убивая всех, кто под него вставал. Разбиваем шар. Просто офигеть, тут сколько полегло. В какой-то момент мы даже улучшили нашу командирскую комнату. И поверьте мне, очень даже не зря. Пока казарма строилась и металл плавился, мы решили зарейдить дом, который стоял недалеко от нас. И рейдили мы его камушками. 60 хп. Просто 60 хп уже у стенки. Подожди, они... Они металл стенку уже почти выдолбили, или что? Они металл стенку почти выдолбили, слышишь? А зачем вы металл стенку долбите? Надо было дверь долбить, там же и дальше дверь металл. Отлично. Заходим, смотрим, что тут есть. Так, надо... О, МВК стенка. Не, МВК стенку не будем долбить. Надо долбить, короче, низ. Дверь долбите снизу. У нас враги. У нас враги, много врагов, ребят. Нас рейдят. МЛРС-ки нас рейдят. У нас враги, ребят, на горе на 230. Вперед в бой на них. В бой. Шкаф целый. Отлично. В бой, ребят. Все рядовые идем на мясо. Идем воевать с ними. У них базука была. Они... На всех патронов у них точно не хватит. Один минус. Один минус, минус, минус. Один с томиком минус. У него базука была. Они на среде шли. Рядовые в бой. Одного убил, можно полутать, попробовать. И за стеной все стоят их, может быть. Я четверых... Я убил одного еще. А, их тут человек шесть или семь с халашами. У них корова тут, слышите? У них корова. Они нас не зарейдили. Все нормально. Они засали. Ха-ха. Хороший у нас базука есть. Давай. Почти попал. У нас есть базука, ребят. Все нормально. Не трать все скоростные. Мы изучим их. Скиньте базуку. Скинь базуку и давай. Отбили, отбили на берег. 108-й базуку и скоростные. Мы отбили на бег калашистов. Офигеть, они просто вынесли казарму у нас. Скажем так, от нашей казармы не осталось практически ничего. Но самое главное, что шкаф они все-таки нам не вынесли. Мы сдержали. Мы сдержали нашу армию. О. Спасибо. Вот, молодцы. Они заботятся о нас. Смотри. Вот это вот реально. Ребята молодцы. Они заботятся о генерале. Они принесли мне спальник. Понимаете? Генерала любят. Мы точно не понравились какому-то клану, который постоянно приходил и убивал моих рядовых. Кто? Кто оттуда стреляет? Рядовые идем в бой. Просто фигачим их. Че встали? Его убили? Его убили нафиг. Хорош. Ну а все остальное время я восстанавливал нашу казарму. Ведь нашим бойцам нужно было где-то жить. Идите фармить дерево. Надо, ребят, восстанавливать нашу казарму, которую пытались зарейдить. Коптер! 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 Враги! Коптер! Они в хавиках! Они в хавиках! У этого клана явно был какой-то план. И они его придерживались. Я только восстанавливал дом. Они прилетали с зажигательными ракетами. И пытались его сжечь. А также в доме у нас появился бассейн, где частенько плавали рядовые. И знаете в чем подвох? Кто туда падал, вылезти оттуда уже не мог. Все, дом восстановлен полностью. Но на этом этот клан останавливаться не собирался. Они снова прилетели на корове. Воздушная тревога. С той стороны, откуда по вам стреляли первый раз. Они сейчас ее разобьют! Они сейчас ее разобьют! Они ее разобьют! Это фига! Это гг! Скоростные, скоростные! Дима, скоростные бери! Скоростные на крышу! На верху, прямо на крыше! Да, их очень много. Там хазматок во всяком таком теле. Убили, убили всех, убили всех. Всех убили? Вы что, роблите? Как? Парни убили. Да, они все мертвые. Их забили с камнями просто. Где? Трое умерло где-то больше. Трое умерло. Там их до фига было? А кто это такие вообще? Меня взорвали, блин! Как бы они не пытались нас уничтожить, наши рядовые бойцы смогли справиться с ними даже камнями. И забрали у них три топ-сета. Ну а некоторые рядовые цели направленно стояли в дверях и не выпускали генерала. И тогда я нашел выход из этой ситуации. И дабы нас больше никто не выжигал, я улучшил полностью фундаменты и потолки в камень. И нам всего лишь оставалось раздать комнаты. Эту задачу я поручил командиру Плюшки, а сам направлял свою армию на рейды всяких домиков. Калаш генералу и патроны. Патронов, походу, не было. У нас есть калаш. Кто стреляет? Кто это такой с МПшкой? Рядовой, понял. Это наш. Короче, тут дом в онлайне. Блин, ну у него металл стенки. Я думаю, не стоит его камнями рейдить. Ха-ха-ха. О, тут бункер строится, ребят. Мы можем стенку камнями выдолбить, это бункер вонючий. Наваливаемся на стенку каменную. А пока у рядовых было занятие, они рейдили домик камнями, у меня было время, чтобы спокойненько улучшить нашу казарму. Ведь в этот момент я был полностью свободен, и никто меня не блочил. И спустя всего один час после вайпа, у нас появился третий верстак. А второй верстак я поставил в общий доступ рядовым, чтобы они могли им пользоваться. На мясо. Забирайте пайп у него. Кто это? Кто это? Куда убежал? Наше выживание шло практически как по маслу. Наша армия стабильно развивалась, и у каждого даже появились комнаты в казарме. Но так было только в начале. Тут просто все друг друга убивают. Что за фигня? У нас появились призраки. Если вы не знаете, кто это такие, то я вам объясню. Это те люди, которые ставят наши ники, и пытаются пробраться в наш клан и узнать пароли. И зачастую поймать их довольно сложно, особенно когда у тебя такая огромная армия, в которой было 130 человек. Ты просто не можешь уследить за всеми. Поэтому, в какой-то момент, чтобы найти таких типов, мне нужно было сделать всего лишь построение, чтобы найти похожие ники. Построение на втором этаже. Не надо мешать. Стройтесь в линейку напротив стенки на втором этаже. Строимся на втором этаже, ребят. Меня убил, меня убил рядовой 67. Убили его, нет? И распознать тех, кто был предателем, было довольно несложно. Мне нужно было всего лишь дать какую-то команду, чтобы люди ее выполняли. И те, кто не выполнял, очевидно, не находился с нами в дискорде. И это означало, что те люди, которые не выполняют команды, просто шпионы. Вот он убегает. Я его убил камнем. Какой-то на улице Жека от Даб-Даб. Вот еще, вот еще левый чел бегает, голый. Вот, убейте его. На улице Жека от Даб-Даб с полуавтоматом. Вот, его тоже надо убивать. Вот этого убивайте, я за ним бегаю. 79-ый, походу, не наш, потому что он нифига не слышит. Кто еще не слышит? Ты слышишь, 61-ый? Не слышишь, походу. Все, наконец-то, мы построились, наконец-то. Просто это свершилось. Надо посмотреть на наличие одинаковых ников. Я уже посмотрел. Посмотрел? Нет ни одного, да? Окей, отлично. Ну, мельком. А также, мы добавили всех наших во френд-лист, то есть все свои подсвечивали синим ником. И у призраков больше не оставалось никакого шанса подойти ближе к генералу. Убил его. У нас, по-думам, иногда была такая неразбериха, что приходилось расчехлять Бильбо Беггинса. После чего я все-таки расстроил второй этаж, потому что к нам частенько начали закидывать гранаты. И на нас снова напали клановые игроки, которые прилетели на коптере. ДАВАЙ! Блин, это вообще рядом было! Дал хит. И после того, как весь сервер узнал, то что мы здесь обитаем, они начали приходить к нам снова и снова. И нам с этим нужно было что-то делать. Хорош, рядовой молодец. Я нашел выход из этой ситуации. Нам нужно было всего лишь поделиться на команды, в которой присутствовал бы хотя бы один командир. И как минимум, нам нужно было сменить нашу геолокацию и построиться на новом месте. Но вначале нам нужно было отбиться от клановых игроков, которые сидели у нас под домом и не выпускали моих рядовых бойцов. Тут просто очень много человек. Готовьтесь к защите дома! На нас напали! Армия! На самом деле, в этой казарме было практически невозможно играть. Вы просто посмотрите, сколько сумочек у нас лежало. Нам срочно нужен был новый дом. После того, как моя армия отбилась от набегов, нам нужно было купить лодку и вместе с командирами отправиться на разведку данного острова. Ведь именно там мы смогли бы спокойно разместить несколько казарм и разделиться на команды. Короче, я выплыву. Лови сюда, Панч. Мы на З3 сейчас будем. Туда бегите. Панчик лодка, аккуратно. Все командиры были в сборе и нас ждало большое путешествие. Нам нужно было доплыть до острова и отстроить там несколько казарм. Ведь жить в одной большой казарме, как показала практика, было довольно непрактично. Я построю дом тогда здесь сразу. Сейчас построим тут домик и просто 3 на 3 дефолтные ставим и все дофигища такие. Я здесь забираю место. И наши разведчики на этом острове уже умудрились найти какую-то базу, где плавились большие печки. Четыре печки плавят, просто забитые металлом. Но надо забачить турели, там их достаточно много. Я не могу всуять. Нам пока надо дома построить. Я ставлю основной пароль, типа вот, который вы знаете. Каждый командир отстраивал свою казарму. И как только они были достроены, мы уже могли заселять сюда своих бойцов. Можешь зеленку? Зеленку. Я на пол, наверное. И наконец, нам оставалось всего лишь перевести лут с нашей первой казармы и забрать оттуда наши верстаки. Потому что клан, который постоянно на нас нападал, точно что-то планировал. И нам это нужно было сделать как можно быстрее. Давай я заберу все лесы. Кто-то заберет все компоненты. А потом у меня и вовсе появилась гениальная идея. Как нам засейвить весь основной лут, чтобы никакая мышь у нас его не украла. Или твой лесодом можем как командирский забрать, а им рядом построить. Вообще без проблем. Командирский дом должен быть, потому что нафиг. Да. Наконец, мы забились ресурсами и поплыли на наш остров. А большинство бойцов уже до него добежали и мы были готовы осваивать новую территорию. Короче, это генеральская будет крепость. Вам рядом отстроим. Всем. На этот раз мы решили сделать все хитрее. Отстроить несколько казарм и поделить нашу армию. Чтобы предатели не могли воровать весь наш лут. Нас было больше ста человек и нам пришлось отстроить больше пяти казарм. Можно, знаешь, просто маленькие домики построить и они сами их улучшат. Бегая по нашему острову, я наткнулся на ту самую территорию, про которую мне говорил мой разведчик. Там действительно плавили четыре большие печи, которые были защищены только турелями. А у нас, как вы знаете, были изучены скоростные ракеты и ракетница. Там же я даже познакомился с владельцем этой территории. Сюда. Я знаю, что надо делать. Мы можем сейчас эти печки ограбить. Добежав до дома, я сразу поставил на крафт скоростные ракеты. И мы уже были практически готовы грабить эту территорию. Нам оставалось всего лишь собрать армию. Короче, идем за мной. У нас есть работа, ребят. Нам нужно турели ограбить у типов. Чуваки, с оружием стойте с оружием, просто прикрывайте, не лезьте никуда. Убил тип, а? Лутайте, берите оружие. Одна минус. Там еще одна. Там еще две или три. Он гаражку открывает. Гаражку открыл. Вострелки. Мы можем убить его и залутать их. Я на крыше. Я на крыше. Я контрю, короче. Сейчас он откроет дверь и мы его убьем на крыше. После чего я даже пару бомжиков протолкал внутрь, чтобы они контрили выход на крышу. И дальше продолжал взрывать турельки, которые мешали залутать нам печки. Фига вас там на крыше. Открыл! Все, минус. Что тут? О, металл! Металл. Так, господа, мы можем уходить. Можем уходить. Мы забрали то, что хотели. А то он еще самый умный был с окна с калаша стрелять, слышишь? Дом безнаказанный останется. Мы ограбили их печку и после этого я начал расширять нашу командирскую базу, ведь места, куда складывать ресурсы уже абсолютно не было. А метальчик, который мы йоникнули, мы тоже пустили в дело и улучшили некоторые стенки. Я наш дом центровину, ну, точнее, к шкафу улучшил. Металл. Угу. Постепенно практически все рядовые смогли добежать до этого острова и впереди нас ждала колоссальная работа. Нам нужно было распределить их по командам. А, 116-й вот, понял, со стримом переношу. 112-й, ой, 12-й есть такой? После того, как мы ограбили клановых игроков, они начали приходить к нам с пуликом. Они пытались уничтожить нашу армию. Ну, а нам, командирам, приходилось защищать ее любой ценой. У нас тревога, у нас тревога чистит. Нам хату ломают. Надо пришли эти челик и ломают нам хату. Выключить, факел. Тут с пуликом, говорят, пришли, я не знаю. Слышу. Убил. Пулик убил. Пулик за сейвил. Убил. Крестоносец. Это не тем, кому мы сейчас сходили? Никак, Саня. Тут больше никого. Так, ребят, давайте вам принесу пушки, будете отбиваться хотя бы чем-то. Держите. Я не успел идти по спасти. Пока мы занимались нашим островом, нашу первую казарму, рейдил клан, который постоянно по нам стрелял с ракет. Да, они добились, потому что у нас нету спальников. Эфрейдером. Да, зарейдили, зарейдили, слышь, по фолу. У нас как... Мы с того отеля тюрьму сделаем. Да, чувак, какой-то отель. Нам он нафиг не нужен, мы переехали отсюда. Ты че думаешь? Мы перенесли отсюда фиг знает сколько резов, а вы как бы зарейдили пустышку только что. Наша первая казарма была полностью прорейжена. Но не расстраивайтесь, ведь в ней абсолютно ничего не было, потому что все мы перенесли на остров. Ну а в будущем этот остров подготовил для нас множество различных испытаний, с которыми мы должны были справиться сообща. Нам нужно было где-то фармить компоненты, а самая ближайшая РТшка к нам была это заброшенная военная база. Но мы были не единственными челиками, которые пытались ее полутать. Убил, но это не он был. Это не он был. Он минус. Да. Убил. Ко мне можете прийти, ребят? Кто-нибудь? На милитарку. Тут еще болт. И войны с этими ребятами у нас были очень долго. Да, нет. Тут же есть какая-то... Клоновые игроки, которые жили на нашем острове, очень сильно на нас обиделись. И они стабильно приходили и убивали моих ребят. Пока командир номер 5, то есть панихида, следил за ними, я собрал с собой небольшой сетик и вернулся снова к их базе. Мы сейчас будем типов ожидать. Они где-то здесь. Ну, они куда-то побежали. Но мы можем их закрысить жестко. На крыше. Догнать нам их не получилось. Они убежали в сейф-зону и находились там они очень долго. И тогда в моей голове появился гениальный план. Я скрафтил разрывные и решил немножечко их подбайтить и выбить у них одну дверь на втором этаже. Ну ладно, тут гаражка. За этой дверью было все закрыто, но план сработал. Они появились дома, ведь подумали, что их рейдят. тут рейдят. Ай, чу-папи, му-няно! Открыта, открыта! Дэ... Я ВНУТРИ! Тут ФУДИП! Я ПОЧТИ В БУНКЕРЕ! Я БОЮСЬ ТАНГАНТРАПЫ! Я БОЮСЬ ТАНГАНТРАПЫ! Чё? Я не знаю, если я пробулюсь туда сможем, но они закрыли двери кое-какие. Они могут выскочить, меня просто ушатать нафиг. Моя армия высвободить меня отсюда не могла, а я был заперт в этом доме, вместе с клановыми игроками. И я не знал, что делать, но я собирался драться до последнего. Убил! Убил ещё! Я ВОЗЛЕ МВК ДВЕРИ, СЛЫШИШЬ? Я пытался выбориться на улицу всеми доступными методами, пока не открыл хозяин дома и не бахнул меня с ракеты. Он меня взорвал. Выбраться, очевидно, я отсюда бы не смог, потому что там была буферка, но зато я узнал строение их дома. Клановые игроки на нас очень сильно обиделись. Взяли болтовки и сели на скалу. И начали постоянно отстреливать моих рядовых. Один минус. Они настолько сильно нам надоели, что мы решили потратить время на подготовку для рейда и нафармили очень много серы. Нормально. Короче, надо зачилиться и потихоньку просто покрафтить. Спустя 30 минут я наконец-то смог скрафтить ракеты. Оставалось всего лишь собрать нашу армию и раздать им приказы. Так, ребят, скоро рейд. Собирайтесь, одевайтесь. Уважаемая армия, мы наконец-то с вами собрались, чтобы пойти и уничтожить тот клан на воде, который нам не давал жизни на этом острове. Спасибо за штаны. Все в чат, как наш клан называется? Очко! Очко! Еще вот. И что мы сейчас будем делать правильно? Развернулись и бегом пошли прямо на рейд. Стоп, только подойди и ставим ко мне пончик. Ладно, мы не видим пончика, идем вперед, короче. Генерал, я буду вас защищать. Они бы сейчас доложили в штаны, если бы видели, сколько нас. они бы сами все дверь открыли. А, это бункер. О, хорош. Кто следующий хочет туда прыгнуть? Ну не лезьте, ребят, мы вас пустим потом, как дрейдим. Стойте, смотрите, просто прикрывайте и все. Стой. Нормально, я бахну. амбокат дверь. Амбокат дверь. ой, показываю один раз, как правильно. О, короче. О, неплохо. Это окуп. Это окуп. Это окуп, ребята. И вы даже не можете себе представить, насколько же быстро кончился лут в этих ящиках. Его смели буквально за пару секунд. Рейд был действительно неплох. У нас даже забились ящики. У кого-то появилось оружие, а у нас появилось много ресурсов. А также на этом острове мы остались действительно одни. Только наша армия и никого больше. Чтобы было еще безопаснее, мы с командирами решили огородить наши казармы. И для этого нужно было много забора. Хорошо, что у нас была команда лесорубов. Четвертый топор. Пятый топор. Шестой топор. Не самое эпичное вообще в этом вайпе, это смотреть, как челики формили вначале камнями дерево, а теперь топорами. Это реально эпик. Ради этого стоило жить целый день просто. Офигеть, просто работа кипит. Просто я не успеваю смотреть, как деревья сыпятся. А зачем вообще кланам бензопилы? Слышишь, пошел топорами. Все. Вырубил весь лес. Еще 80 стен сделаем, не нормально будет. Пончик ставь, бери дерево, оставь в шкафу на крафт. Шкафы придется расставлять. Да, я фул. Надо мост построить деревянный, да, через воду. И бегать, фармить серу. Жесть. Тут просто реально очень много типов бегают. Опа, а че это? Возле нас частенько пролетали различные коптеры и проплывали лодки. И я не представляю, каково было их удивление, когда по ним летело столько пуль. И поверьте мне, деревянного забора на всю эту территорию ушло очень много. А на следующий день у нас были действительно грандиозные планы. Остров это слишком много фарма. Нам лучше у пороса зафармить серую и металл пойти что-то большое за рейди, чем фармить на остров. И в этот же день мы улучшили нашу командирскую казарму и добавили еще пару буферов. Наша территория разбивалась не по дням, а по часам. Наш остров преобразился, у нас даже появился бассейн. И это был только первый день нашего выживания. А впереди вас ждет второй, самый эпичный день. Да, следующий день у нас начался с музыкальной сцены. По некой информации, в этот день на нас готовился напасть самый опасный клан на этом сервере. И нам нужно было как минимум к этому подготовиться. Так, что я хотел сделать? Надо спальники по всей территории побегать, раскидать. И надо доступ от вышки. Леся, у тебя будет задача. Какая? Блокеры накидать. Но кроме клана 90-х, на нас собирались напасть и другие клановые игроки. Все пытались захватить наш остров. О, нифига себе, у нас бежуха. Кто-то построил кибитку прямо возле нас. И явно у них были не очень хорошие намерения. Лестницы нет у нас? Армия, там противники. Надо с ними что-то делать. Короче, лестницы нужны. Вы всех убили? Сейчас освободим. Стой, держись, боец. Боец, держись. На нашем острове появлялось все больше и больше противников. И церемониться мы с ними не стали. Нам нужно было их выселять. Поехали. Стой, хватит. Выходит один. Зашел обратно. Шкаф, ставь мне шкаф побыстрее, ребят. Всех убил нафиг. Справиться с ними нам не составило и труда, но у нас оставалась самая главная проблема. У нас не было ткани, чтобы все могли поставить себе спальники. Поэтому в какой-то момент нам даже пришлось отстроить свою ферму. Нормально, только плантаций бы побольше, ну. А знаете, чем занимались наши рядовые, пока генералы и командиры готовились к самому масштабному сражению? Эх. Они загоняли большую лодку на свою крышу. Не спрашивайте, зачем? Потому что я и сам не знаю, зачем. Офигеть, они сумасшедшие, реально. Ха-ха-ха-ха-ха. Они реально лодку затолкали и ей ограждение сделали, слышишь? Ой, блин. Интересно, кого первым они рейдить будут? Кто разрешал срать на нашей территории рядовой 131? Вставайте! Вставайте и надевайте свои трусы, говорю! Ха-ха-ха-ха. Но даже с фермы у нас все равно оставалась большая проблема с тканью. Поэтому в какой-то момент у нас появилась корова и мы даже решили слетать на переработчик. До рейда оставалось буквально пару часов. Вы максимально тратите ресурсы в дома, ставьте буферки каменные, там, улучшайте металл, там, если шкаф не улучшен. Поставьте большие печки, заправьте на металл. Поехали, лезь. Это уж тут. Рядово 26, кто это? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова И вы посмотрите на это прекрасное небо. Рядовые и не представляли в этот момент, что их будет ждать впереди и в каком сражении им придется участвовать. После того, как мы засейвили всю ткань, у нас появилась идея залутать большой карьер, ведь там можно было нафармить много металлов в кратчайшие сроки. До рейда оставалось всего лишь час. Убивайте ботов, потом переставим корову. Ребят, все, собираемся. Хильтесь максимально. Все, в принципе, в целом мы пару инвентарей металла унесли. Ну, может быть, даже, ну, два с половиной. А по приезде домой мы улучшили все, что могли в металл, и нам оставалось всего лишь дождаться рейда. До рейда оставались считанные минуты. Мне нужно было подготовить нашу армию. Алло. Минуточку внимания. Все бомжары, которые хотят поучаствовать в рейде, у меня для вас есть небольшие подарки, чтобы мы понимали, что вы свои. Короче, подходим сюда, я раздал вам топовый головной убор. Скорее всего, у нас придет рейдит самый огромный клан на этом сервере, и тут начнется жесткий ад. Все, что вам нужно сейчас сделать, это накидать очень много спальников, и тогда будет реально весело. Ас-48. Все, ребят, готовьтесь. Нам ткань нужна. Каждый боец получал топовый головной убор, по которому мы могли бы понять, что это свой или не свой. Ты привод чувствует, мой враг, он сейчас мне в жопу едет, видишь мою пушку в стрингах, я реальный пи... Короче говоря, наша армия уже была практически готова к этому легендарному сражению. И вот настал тот час, клан 90-х вылетели отстраивать кибитку. У нас были с ними небольшие договоренности, они попросили дать им время, чтобы они могли построиться, чтобы файт был действительно легендарным. Все, ребят, мы знаем, с какой они стороны будут начинать. С нашей стороны. Их походу их сбивают, их сбивают походу, слышишь? Все, не стреляем в них. Офигеть, их много. Офигеть, их много, чуваки. Их очень много. Их очень много. Они все в топ-сетах. А мы здесь... У кого-то хазик, у кого-то нет хазика, бомжам бегают. Чисто пару человек в топ-сетах. Они машут. Мы за честные, как бы, файты, поэтому мы в них... Один упал, да. Поднимаю этого. Их минимум 15. Смотрите, сколько их! Ха-ха-ха! Их очень много. Ха-ха-ха! Я впервые вижу такой рель, что челики просто даже без агрессии строят кибитку возле нас. А мы стоим с ворем, как они это делают. Это было бы просто нечестно задавить их толпой во время того, как они отстраивали кибитку. Мы решили дать им небольшую фору, чтобы потом устроить действительно легендарный замес. Они в МВК грейдят. Просто... Ха-ха-ха! Это плохо. В какой-то момент я понял, что скорее всего шансов их победить у нас нет. И поэтому я решил добавить дополнительный слой защиты в виде колючек и деревянного забора. Я могу сделать так, чтобы слева могли люди если что выходить и фигачить их. Я не знаю, что чувствовали мои бойцы, но мне было в этот момент действительно страшно. Нас окружили с двух сторон и построили кибитку даже сзади нас. Но мы были действительно готовы дать мощнейший бой и драться до последнего. Присаживайтесь поудобнее, пристегивайте ремни. Впереди вас будет ждать самый легендарный и самый эпичный контент. Сзади летят, сзади летят коровы, коровы сзади летят. Сколько? Сколько? 3, 4, да, куча коров. Где? 4 коровы на 10. 6 коровы. 6 коровы. 6 коровы. 6 коровы. 6 коровы. Нас забайтили, нас перебайтили просто. Походу в нас, походу в нас. Не успели, не успели. Крым. 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 они они башни они башни вынесли тут коровы просто все взорвались на крыше бахнулась все понеслась ребят ждем когда не ждем когда не пройдут ждем когда не пройдут ребят армия ждем когда не пойдут нас бурить они просто они просто дырявят наш мэйн они они забор они забор вынесли справа мину забор слева мину забор слева мину забор 4 хита одного убил они слева 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 минус тип слева минус тип слева фул минус тип еще один минус я пытаюсь я пытаюсь слева лутать слева лутая куча ракет меня убили ребят бомжами вы хотите лутать просто все выходить лутать они стенки ставят лутайте не за забором за забором враги чуваки сражаемся до последнего фпс до последнего фпс сражаемся как мужики без всяких никак нет только так точно только в бой защищаем наш остров он ракеты забрал кидаю эфки убил эфкой поставил стенку убил типа убил типа стоп с эти забирая ракеты меня убивают меня убили я с ракетами там один свой я опять своего убил 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 я убил я убил троих я убил троих и в заборе там все там все наших то там наши всех убили они вышку сносят они вышку под ноль снесли убил одного справа убил он шкаф ставит убил еще одного я троих убил о их тут много их тут много я там троих или четверых убил справа в дырке в заборе убил раз убил два вдоль забора валяются возле забора прям еще убил еще убил я и троих убил понял они нас они нашли место откуда я стреляю мне лицо разбили у меня ни патронов ничего нет тут дырка тут просто что хана пятой казарме они шкафы они прикиньте рейдят и шкафы ставят убил пофиг я не знаю я убил убил пофиг я не знаю я убил лутайте то что видите оружие лутайте относим домой уходим заборы уходим заборы в заборы в забору уходим не говорите что у них ракеты кончились такого не может быть а 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 1 убила то бежит есть оружие выруби выруби фонарь спасибо спасибо рядовой они внутри они внутри сишки кидают да я раз транслирую ты помогаешь и навести я контрю пятую контрю пятую казарму убил 1 убил подход и прям topset под фермой под фермой еще одному убил двоих убил у нас активы кто-то двери не закрыл кучу рофлите нет я открыл двери не закрыл внутри закрыл внутри я нигде они где 2 находится это я это я это я да кто меня убивает запустите внутрь где они открывают кривая открывай они там займы к отключить к двери открывать откройте двери пароль убил хорош закройте дверь там еще один будет ты кашь подобрался первого строка пушек дай донеси домой неси домой у нас оружие кончается нет патронов на очень много на выходе и чё у сайта калашистов убил мбк от сет где на выходе еще убил 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 и убил типа хорош идем пятую 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 надо убил типа который лузал иду вторую отбивать иду вторую я иду пятую отбивать и пускала шал я в 5 бля только не знаю где вход на крышу я знаю где поднимаюсь наверх отбили пятую пятую не совсем отбили тут непонятно где он о стой суре блин убили его убили а ты чел с базукой кого-то бакнул убил его какой стороны я не знаю всех бомжей убил ребят полутайте короче слева от каменного забора убил еще у них что оружие кончилось и не понял убил типа на вышке а кто может подожди а кто кто у них все украл если не мы я не понимаю у нас ничего нет но где-то в трупах лежит трупов очень много с правой стороны жесть просто это что вообще происходит здесь честно говоря я все я думал то что рейд закончится намного дольше будет идти а он уже походу подсбавил темп этот рейд не на фона они получили мне кажется много и на такой прекрасной ноте этот рейд был полностью завершён у них кончилось абсолютно все и ракеты и патроны и хилки очков гг пишет очков гг мы победили на из нас на пишите 90 и топ пишите 90 и топ 90 топ 90 топ просто стой 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 все не стреляем ребят все не стреляем не стреляем генерал говорит не стреляем не стреляем ребят 95 90 можете к нам заходить спасибо тебе за контент это был хороший рейд пойдем 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 возле стенок выстроим сейчас просто и все вы посмотрите на это по моему тут весь сервер бегает не на к вам 90 это реально топчики просто это такой файл это достойное сражение просто реально очень достойная мы полтора часа сражались это было очень жестко и после такого рейда я даже зашел в дискорд к тем парням которые пытались нас рейдить и мы с ними скажем так душевненько пообщались давай знаешь как сделаем я думаю будет удобнее и приятнее что ты ко всем к нам спустишься я щас перекину ко всем как вам армия бомжей мощно-мощно-мощно-мощно вы наверное просто не успевали их убивать я не знаю там такой патронов 0 у нас просто патроны закончились я не понимаю если у вас закончилось все и у нас а где все оружие да такую деревню зарейдить надо ракетку тысячами не мог имена у нас почти три ящика было и мы в итоге отстреляли ракеты вроде смотрим для тех где ракета их нету только людей сколько стрельбы просто так короче от этого рейда эмоции получили абсолютно все и неважно кто победил две армии сражались очень достойно но армию очко победить так никто и не смог а еще позже 90 и решили показать нам свою базу полностью и провести так сказать небольшую экскурсию по их территории так сзади сзади там еще бегут рядовые завесу эту тайны дома 90 дефолтную сушили весь вайп пару заходили в дом там самое вкусное наверх лезть здесь так себе и именно так выглядит вайп о котором мечтает каждый растер потому что встретить такой контент практически невозможно ну а напоследок мы с моей небольшой армии решили пронести соседа чтобы устроить ему небольшой подарок и нет забирать ресурсы мы его не собирались еще двое пока еще одна все одну ракету еще кто-нибудь на и все не ленили нет вот где турель туда стреляем с базуки туда стреляем ребят не промахиваемся нам ракет не хватит короче вон туда бахи офигенный рейд и этот вайп для некоторых ребят точно останется запоминающимся навсегда и скорее всего самым лучшим но мы с вами сделали что-то крутое мне кажется вот этот вайп он увековечен в наших сердцах вы просто представьте масштабы мы смогли собрать 140 человек в одну команду на один сервер и даже смогли как-то выжить даже смогли построить домики даже смогли до ракет развиться при том что у нас постоянно кто-то что-то воровал вообще тройное ура просто тройное ура очкошников клану очко это был действительно один из самых шедевральных вайпов и я просто был обязан вставить этот фрагмент еще раз но уже от камеры плюшки потому что с ее камеры было видно абсолютно все хотел бы сказать огромное спасибо всем кто принимал участие в этом видосе 130 рядовым клану 90 отдельное спасибо рядовому 71 и в целом спасибо всем огромное моим подписчикам которые помогли мне исполнить мою мечту и набрать миллион подписчиков впереди вас будут ждать только интересные истории и надеюсь этот видос останется в памяти у вас надолго не забывайте ставить лайки писать комментики и подписываться на канал а если ты хочешь когда-то поучаствовать в таких масштабных сражениях переходи в мой телеграм именно там я набрал свою армию ну и всем пока и 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